всем привет сегодня у нас понедельник 11 января и сегодня у нас состоится интервью с преподавателем романом беседе нам сейчас мы его ожидаем и он к нам подключается и будем начинать роман приветствую тебя приветствую добрый вечер добрый вечер слышно хорошо да тебя отлично видно слышно я завидую длине твоего шнура гарнитуры я думаю я думаю что я слышу себя я слышу себя от тебя ну я я тоже не знаю я тебя слышу хорошо ты меня слышишь да конечно конечно и я тебя слышу все отлично все идет кто там подключился можете подтвердить нас слышно или нас не слышно так я только не пойму связь чуть-чуть вот ты пропадаешь это у меня проблемы со связью или у тебя не знаю даже думаю что это пропадет и все будет хорошо надеюсь что эфир не пропадет хорошо давайте начинать темновато получается хотя свет горит вроде все нет тебя тебя видно хорошо ну ближе просто поставить там уж лампу так лучше я вообще принято ставить так чтобы она была к тебе неприлично близко но не влезала в кадр ну то есть прям очень а я понял ты назад отодвигаешься просто и поэтому ты когда спину откидываешь так лучше да ну хорошо буду как йог сидеть настоящий с ровной спиной не облокачиваясь так ну что дорогие друзья мы начинаем сегодня у нас роман беседен в гостях и мне очень хочется ему задать ряд вопросов которые я подготовил и начну я с самого начала самого первого вопроса как вообще роман оказалась так что ты вдруг имеешь отношение к тайзи цюань и цигун тоже но знаешь почему меня тайзи цюань больше всего интересует дело в том что первый за деньги купленный плакат наклеены на обои наклей пва у меня был как раз по тайзи цюань это было куплено году где-то наверное восемьдесят восьмом может быть девяностом в книжном магазине я на этот плакат долго собирал там что-то было про стиль журавля и я просто и для меня слово тайзи цюань это в каком-то смысле сакральное слово и как ты вообще туда пришел потому что я только до плаката дошел свое время я понял но если помнишь восемьдесят девятый год передача клуб путешественников по первому каналу до поверни еще тогда и там был показывали добрас неделю по воскресеньям показывали фильм боевое искусство шаолиня упали там 10-15 минут в конце каждой передачи это было я просто влюбился в ушу как бы я вот загорелся и папе говорю вот хочу вот это что до этого я занимался спортивной гимнастикой дзюдо занимался потом я был перерыв и мне нужно было куда-то девать как бы вот всю эту энергию и вот когда увидел шаолинь то я захотел заниматься ушу мы тогда ничего не знали мы взяли только про карате какие-то были отголоски там что-то какие-то истории нам рассказывали и папа нашел какое-то такое страшное объявление там где-то от руки на ручкой написано и непроизносимое слово как раз это айдзи цюань мы тогда выговорить его не могли мы пришли к тренеру а там была взрослая группа все делали какие-то медленные плавные движения а я у тренера спрашиваю как бы а вот это там резко дерутся там мечи палки сабли это это что это все ушу это будет как бы то есть я у тренеру поверил и мы начали заниматься и вот была взрослая группа папа мой туда начал ходить ему тоже понравилось и у нас там пару-тройку было малых там просто среди взрослых мы занимались потом приехал сначала ли он вей это на китаец на тот момент доцент пекинского института физкультуры он у нас принимал аттестацию по стилю я 24 формы цигун нам тоже там показал рассказывал и вот он нас аттестовал и в 90 в начале 90 года приехал в харьков лидзиан вэнь на тот момент это был студент по обмену приехал изучать бокс сюда он уже был трехкратным чемпионом китая по спортивному ушу в китае он уже снимался в кино и он начал нас учить ушу здесь харькове тоже это было там раз в неделю по воскресеньям какие-то он вообще хотя бы бесплатно это все делать но наши его как бы научили как надо правильно делать на коммерции поставили и у нас тренировал потом уехал в питер там у него тоже была своя школа снимался в кино вот в российских сериалах фильмах снимался сейчас лидзиан вэнь преподаватель в шанхайском институте физкультуры преподает ушу сань да боевой боевое направление контактная уши роман это удивительная история потому что во первых мы с тобой из одного города а во вторых я даже не представлял что это возможно в нашем городе просто мой мозг мой мозг просто говорил что это все находится в далеком китае где-то далеко где-то далеко да и я тебе больше хочу сказать я никогда это в эфире не рассказывал в интервью тоже не рассказывал но на левой руке на левой руке у меня вот такой вот след здесь хирурги шили значит след этот образовался от того что достав два больших ножа я показывал практику с двумя большими ножами в момент какого-то фильма как мне казалось это были отточенные движения ну такие же точно как у шаолиньского монаха естественно другое от не не надо и один из ножей полосанул мне вот по руке поэтому когда я слышу слова тайзи цюань ушу то я конечно у меня внутри все поднимается потому что в детстве это я не знаю кого это не увлекало это было что-то чем-то но понятия даже не имел что возможно на нашей почве ты сейчас когда вот рассказал историю про то что ты с отцом занимался я знаешь в этом услышал какое-то подтверждение одному из тех ответов на вопросы которые я давал в эфире свои вопрос ответ сессии когда был вопрос от мамы скорее всего да от мамы точно что вот папа хочет приобщить ребенка к спортивной секции папа понимает что это классно отдельный вопрос понимает ли папа или хочет детские мечты свои реализовать вот но папа хочет а ребенок упирается может быть потому что знаешь он редко видит папу да или ну в общем папа хочет ребенок упирается я дал такую рекомендацию что папа может повести ребенка к тренеру и собственно говоря попросить тренера чтобы папа тоже в детской группе побыл ради того чтобы устроить ребенку ну так сказать адаптацию вот ты насколько знаю с детскими группами работаешь на самом деле с одной стороны хорошо что ребенок видит пример отца с другой стороны не очень когда именно вот в зале в детской группе вот тут так как бы такой вариант когда занимается отец и ребенок с идет да как вот у меня было и у меня точно также я специально как бы у нас в клубе тетра я работала долгие годы и там был тренер по дзюдо хороший и я хотел чтобы мой малой занимался дзюдо и для того чтобы его завлечь я сам вместе с ним начал заниматься были как бы больше старшие ребята он тогда совсем еще был подростком таким юным и я купил кимоно нам как бы мы вместе занимались и утрен был тогда такой интерес но но ребята все были старше он был самый маленький и он тянулся а когда в детскую группу приходит взрослый как бы папа да то ребенку может быть наоборот некомфортно в этой ситуации потому что могут его засмеять как бы там маленький то куда папа пришел тут вот такой как бы двояко здесь лучше когда вот папа является примером и сам что-то делает да то есть уберет на прогулку на турниках вместе подтягивается с ребенком там на велосипеде катается так далее то есть для меня мой отец всегда был таким нашу большим здоровым сильным таким примером ярким это он не при вот любовь к спорту что он там боксом занимался в детстве на на любительском уровне там самбо потом в армии он там хорошо себя проявлял показываете фотографии там рассказывал на гимнастику меня водил дома даже мы тренировались тренер рассказал вот цена в том моменте вот он правильно наш тренер по гимнастике он рассказал родителям что нужно делать как нужно делать как нужно страховать и наши отцы такими тренировали з — дома, то есть мы как бы они нам помогали там об этом сложен тот же фляк допустим на когда там ребенок только начинает фляк для ее сложный элемент, там её перевороты о Даже я помню, брусья у меня на такие напольные делал, опять-таки после лету тренера. То есть вот этот вариант нормальный. А именно, чтобы взрослый зашел в детскую группу, я такое на самом деле не приветствую. У меня даже бывает, наши родители спрашивают, можно ли посмотреть. Но в том зале, где я преподаю, там нет таких условий, чтобы зал маленький, чтобы родители прям сидели в зале. Я это не очень приветствую. Я говорю, вот у нас есть окошко во дворике, вы можете подойти к окну и посмотреть. Особенно, когда тепло, там окно открыто, то есть можно без вопросов смотреть. Вот как-то так. То есть больше личный пример, да? Личный пример однозначно. То есть надо, чтобы папа все-таки, понятно, что работа, хочется домой прийти, полежать, чтобы никто не трогал, там в телевизоре повтыкать. Но если папа хочет воспитать действительно достойного члена общества, и сына картом он будет гордиться, а не постоянно его тюкать, то лучше только собственный пример. Только своим примером. И получается, что, знаешь, для меня это очень важно и ценно, потому что видел, собственно говоря, и отзывы от мам, слышал пап, которые наоборот тюкают сына в плане, ну что ты, что ты не мужик что ли, да? А ведь картотека мужиков начинается с главной карточки, на которой написано «Мой папа». Это да, это однозначно. А папе кажется, что картотека мужиков начинается с тех замечательных фильмов, благодаря которым я, а ты, начал заниматься. Да-да-да. Нет. Смотри, ну тут момент такой, что, ну я думаю, что ты тоже со мной согласишься, уже, в принципе, как бы это давно известно, что нас воспитывают в большинстве своем женщины. Да. Вот сейчас вот проблема, да, как бы вот, вот нет настоящих мужиков, мужики тряпки и так далее, и так далее. А что происходит? Мама с бабушкой, папу и дедушку подвигают до свидания от воспитания. Не дай бог он там молотком себе по пальцу ударит, да, еще что-то. Я помню, я топором себе по ногу чуть не разрубил, как бы, ну там были всякие. И то это меня ограждали. То есть я бы такой, чтобы меня вообще не ограждали. Ну были моменты, да. Потом в детском садике у нас женщина-воспитательница, в школе у нас учительница, в институте у нас преподавательница. И не дай бог еще на работе он устраивается, и там начальник среднего звена – женщина. Это вообще жесть, как бы. И получается, что мальчик, потом юноша, потом мужчина, он не может превратиться в мужчину, потому что, ну, у него пример женский, везде женский пример. И, соответственно, к чему он подражает? Женщинам, поэтому и нет, как бы, настоящих мужиков. То есть на самом деле надо вот мамам не бояться отпускать. У меня очень часто такие ситуации, когда вот, ну, очень сильно за детьми, как бы, вот с ними сюсюкаются, оберегают их, либо, наоборот, сильно много разрешают. Вот сейчас вот это тоже новый такой перекос, что ребенок – это личность, как бы, да, и не надо ее трогать. Вот он сам все знает, это, там, чистая душа и так далее. Ну, ребенок пришел в этот мир, да, чистая душа, но, как бы, мозг еще не сформирован. Его нужно формировать, ему нужно какие-то рамки выставлять. Если рамок не будет, то, как бы, это вот будут те же аутисты, будут инфантильные какие-то мужички в итоге, ну, как бы, вырастать, понимаете? Поэтому, ну, нужно, во-первых, рамки выставлять, во-вторых, мужчина должен присутствовать в воспитании. Дедушка и папа, они должны присутствовать. То есть, вот, как знаешь, мне понравилась фраза, есть такой Константин Заболотный, питерский диетолог, он говорит, мужик воспитывает мальчика своими грязными носками, которые стоят в углу. То есть, вот, парень, мальчик должен вот это видеть. Все, вот это должен, вот это вот, все. Вот, как бы, вот такой пример. Да, говорит, вот, и тогда будет, да, будет вот мужские вот эти энергии. Поэтому, ну, как бы, совет мамам. Понятно, что все мы переживаем за своих детей, особенно мамы, но если у вас мальчик, то, во-первых, нужно его от себя отпускать, как можно раньше, давать возможность, чтобы он больше общался с папой, с дедушкой, там, с преподавателем по физкультуре, физкультуре или с тренером, именно мужчиной, да, и побольше, вот, мужской коллектив, и мальчики должны драться. Вот, как бы мамам это ни хотелось, мальчики должны драться. Они должны уметь отстаивать свои права, как бы, должны получать в нос. Ну, самые вот лучшие друзья, вот ты знаешь, наверное, да, те, кто вначале дерутся в кровь, а потом на всю жизнь друзьями становятся. То есть, вот это нормально, настоящая мужская дружба. Так и должно. Ну, вот, поэтому вот так. Да, да, я с тобой полностью согласен. И что интересно, вот ты сказал, хочу дополнить просто немножко, что мальчики, воспитанные женщинами, попадают потом куда-то работать, и там у них начальницы женщины. А, это у нас. А самое интересное, что им к этому, им это привычней. То есть, не то, что, знаешь, как они попадают, они это подсознательно выбирают. И что самое интересное, они этими женщинами потом успешно управляются, потому как с детства такая модель, это еще и связано, они не то, что мучаются там, знаешь, а это все идет, идет, идет. Тут же еще и модель у девочки такая же. Потому что девочка, воспитанная в семье, когда мама управляет и бабушка управляет с одной стороны и с другой стороны, да, постоянно тыкая, как бы, ну, вот, бедного мужа. И девочка видит этот пример. И, естественно, то же самое делает со своим, как бы, молодым человеком, потому что она, как бы, ну, как, я же взрослая, а взрослые вот так себя ведут, значит, я так себя буду вести. Это на подсознательном уровне происходит. Да, в этом плане... Мальчики должны хотя бы гулять на улице, а не сидеть дома. Сто процентов, вот сто процентов. Надо мальчиков отпускать на улицу. Мы сейчас это боимся делать. То есть, частные школы, как бы, там, где... Ну, да, и сейчас и время, и время еще непростое. Ну, а подожди, время непростое. Вспомни наше время. Вот в 90-е годы по Алексеевке маньяки ходили, потом стреляли, ну, 80-е, 90-е, да, стреляли. У нас, я помню, я мелкий был, там, 7-8 лет, у нас микрорайон на микрорайон с палками выходили. То есть, Алексеевка – это такой район, когда туда съехался весь город, и начиналось выяснение отношений, кто круче. То есть, реально с дубинками ходили и били друг друга. Ну, ничего, выжили. А сейчас такого нет. Ну, поэтому тут можно спокойно ходить на улице, на самом деле. Я просто тоже с окраины, но с другой стороны. Бавария. Там тоже. Ну, все. Там тоже были. Все нам знакомы, да, эти ситуации. Роман, скажи, пожалуйста, вот Тайзи Цюань и Цыгун. Вот все-таки Тайзи Цюань и Цыгун, в чем они похожи, чем они различны, и как ты их вот видишь на сегодняшний день, их применение для себя. Потому что я, на самом деле, раньше у такого человека, которого ты точно знаешь, как Сергей Бадюк, тоже слышал вот эту смесь. Вот эту смесь. Тайзи Цюань, Цыгун, Цыгун, Тайзи Цюань. Я, на самом деле, не понимаю. Но у меня был опыт только лишь немножко. Я занимался Цыгун, 9 кусков парчи, комплекс я делал. 8. 8 кусков. Вот настолько чуть-чуть, что я даже путаю. То есть это как показатель, да? Вот скажи, пожалуйста, на эту тему, прокомментируй. Какая разница, что же... Значит, давайте сразу по терминологии разберемся. Есть такое понятие Ушу, Вушу. Боевые искусства. Все стили, которые есть боевые в Китае, они одним словом обозначаются Ушу. Боевые искусства. Либо Кунг-фу. То есть Кунг-фу и Ушу – это одно и то же. Потому что на Западе часто это разделяют. Как будто это два разных вида единоборств. Ну да, ты Ушуист, а я Кунг-фуист. Да, да, да. На самом деле это все одно и то же. Есть просто слово Гунг-фу – мастерство. Причем не обязательно в боевых искусствах, а вообще в любых видах деятельности. Там каллиграфия, или повар, или еще кто-то, швея. И вот если мастерски это делают, то это Гунг-фу – мастерство. Буковку поменяли как бы и сказали, вот на Западе это другой вид искусства боевого. Но на самом деле это одно и то же. Потом в Ушу есть много различных стилей и направлений. Основные – это такие как Тайзи Цюань – кулак великого предела, Багуа Джан – ладонь 83 грамм, Си Ни Цюань – кулак силы, Там Нань Цюань – южный кулак, Шаолин Цюань, Удановские стили и так далее. То есть направлений на самом деле стилей много. И в каждом из этих стилей в древности, ну и сейчас, и в древности, Была так называемая внутренняя работа, Нэй Гун. Нэй Гун – внутренняя работа. То есть Гун – это работа, или действие, время потрачено на достижение какой-то цели. И вот современные, как бы, ну, в 20 веке китайские вот эти коммунисты, Да, это на самом деле вот само понятие Цюань, именно само понятие. Оно, ну, как бы, новое, да, то есть ему там 100 лет еще нет. Но они на основе вот этой Нэй Гун – внутренней работы древних воинов, Даосских монахов, Шаолинских монахов, Они вывели вот такую гимнастику оздоровительную. То есть они отбросили всю философию, отбросили религию, Даже многие боевые моменты, то есть, ну, просто внешне, как бы, Похоже на боевые вещи, там, стойки, удары и так далее. Но, как бы, вот они это все чуть-чуть отстранили, как бы, И вот только направленность на оздоровление. То есть вот сама гимнастика Ци Гун, ну, вот, Ци – это энергия, Гун – это работа, да, вот, как бы, и переводится как управление с энергией. Ну, я говорю, ребят, давайте мы пока управлять ничем мы не умеем, Но давайте просто научимся себя слышать, как бы, И просто чувствовать эту энергию вначале, да, Как бы, до управления еще нам далеко. И вот Ци Гун, как бы, он, ну, переводится вот как управление энергией, Это китайская оздоровительная дыхательная гимнастика. И вот в этом предложении самое главное слово – это гимнастика. То есть это никакая не эзотерика, не волшебство, Не какие-то там секретные техники древнейших мастеров и так далее. Нет никаких секретов. Здесь у нас наша анатомия, физиология и биохимия. То есть вот на вот этих вот трех моментах, как бы, Эта гимнастика и работает. Работает она с помощью физических упражнений специальных, Различных комплексов, с помощью дыхательных практик И мыслеобразов медитации, да, то есть как бы, ну, работа с мозгом. Вот это вот все в комплексе позволяет почувствовать так называемую внутреннюю Ци И внешнюю Ци. Что подразумевают китайцы под Ци, под энергией? То есть это, опять-таки, не что-то там мистическое, да, Эзотерическое, магическое и волшебное. Ци, в первую очередь, это дыхание. То есть вот вдох-выдох – это вот энергия. Наша кровь течет, это энергия. Лимфа течет, спидно-мозговая жидкость, Электромагнитные вот эти импульсы по нервам, Пищеварение и так далее. Вот все эти жидкости в организме – Вот это все внутреннее Ци, как бы, одним словом. Просто если бы древние люди имели понятие, как бы, ну, Они понятие, может, и имели, просто у них понятийный аппарат был другой, да, То есть если бы они апеллировали такими словами, как гены, там, ДНК, Наследственность, да, как бы, ну, электричество, опять-таки, Они бы тогда, ну, так это назвали. Но это не назвали словом Ци – энергия, и все. Внешнее Ци – это все, что на нас действует вовне. Вот магнитное поле Земли, гравитация, там, радиация Солнца, Ветер, вода, там, Луна, приливы, отливы. Вот это все – это внешнее Ци. И, опять-таки, наше внутреннее электричество. Ци к внутренней относится вот это биоэлектричество, Которое в каждой клеточке есть, да, И электричество вокруг нас. То есть мы, ну, как бы, это все, все, что нас окружает – Энергия – это электричество. Просто в разной, как бы, ну, консистенции, да, Вот, как бы, в разной плотности. То есть и задача, вот, занимающейся Ци Гун – Научиться, в первую очередь, слышать Свою внутреннюю Ци, чувствовать ее. Слышать и чувствовать внешнюю Ци, Вот это внешнее электричество. И уметь в этом жить, вот в этом огромнейшем океане энергии. То есть это не метафора, это действительно, как бы, энергия, да. Мы, ну, электричество, мы знаем, что такое, да, там, гром и молния. Сейчас же мы этого не боимся, как бы, и знаем, что это физическое явление. А вот Ци Гун до сих пор у нас это, как бы, Какой-то мистики к магии относят почему-то. Ну, это просто элементарно, как бы, гимнастика, Ну, как бы, для тех, кто знает и понимает, Что с телом происходит, как оно устроено, То никакой магии, никакой мистики нет. Мы просто занимаемся, дышим, как бы, медитируем И оздоравливаемся, и наполняемся вот этой Мистической, опять-таки, энергией. И поэтому, по поводу, вот, как связано Ци Гун и Тайзи Цюань, то есть, еще раз повторюсь, Что в каждом стиле Ушу, как бы, ну, таком значимом, Есть свой Ней Гун, своя внутренняя работа. То есть, ну, соответственно, сейчас это переродилось Чуть-чуть уже, ну, Ци Гун, как бы, Начинают уже совмещать эти понятия. То есть, вот есть, вот, в Тайзи Цюань Есть свой Ци Гун, в Шаолинь есть свой Ци Гун, Ну, называется, жесткий Ци Гун, да, там. У Дановских, там, практиках свой Ци Гун, как бы. Они где-то похожи, где-то отличаются, Есть чисто внешние отличия, Есть, как бы, именно внутренние практики, да, Когда мы с мыслеобразами работаем, Медитации там разные, разные практики дыхательные есть. Но суть, как бы, в принципе, одна и та же. Это воздействие на наше тело через дыхательные, опять-таки, Практики, физические упражнения и медитации работы с мозгом. То есть, и поэтому часто путают, как бы, да, Вот гимнастика Ци Гун, гимнастика Тайзи Цюань. Тоже вот Тайзи Цюань у нас, опять-таки, На нашем постсоветском пространстве назвали гимнастикой, Но это боевой стиль, да, То есть, просто медленно, как бы, вот, делается сейчас, И оно уже реально превратилось в современном мире, Тайзи Цюань, в гимнастику для оздоровления. Но реально есть мастера, Которые вот эти все, как бы, непонятные, мягкие, плавные движения Могут применить в реальном бою, да, То есть, как бы, ну, это все есть, Это просто нужно тренировать. В замедленном действии. Да, ну, как боксер перед зеркалом аккуратненько работает, да, Потом скорость набирает, набирает, на мешок становится, Потом на лапы, потом идет уже, боксирует с противником, да. Вот то же самое, в принципе, как бы, ну, суд, вот, и в Тайзи то же самое. Поэтому вот эти понятия иногда у нас, как бы, совмещаются. Но, по сути, можно сказать, что цыгун или нейгун, Он выходит из вот этих всех стилей, да, То есть, из Тайзи Цюань вышел цыгун там, Из, там, Бангу Аджан вышел, ну, тоже другой цыгун. Но суть везде одна и та же. Я просто... У меня еще такая аналогия была, знаешь, Вот когда я занимался вот этим вот комплексом, Который ты меня поправил, все-таки, что восемь кусков парчи, У меня сразу такая аналогия пошла, в общем-то, Что хорошо бы было, ну, в идеале, да, допустим, Это мое такое мнение. Например, ту же самую утреннюю зарядку, Которую я, например, лично начал делать Только из-за того, что у меня родился сын, Вот, которому сейчас 11 лет, Потому что хотелось бы дать такой пример. Вот, я как-то в детстве меня... Хорошая, кстати, мотивация. Да, вот именно мотивация была в этом. То есть, вот, еще была одна вещь, Не очень приятная, с курением связанная, Что это тоже у меня как мотивация была. Вот, и вот делать зарядку, Чтобы он видел, и как личным примером. И вот идея, что, в принципе-то, Зарядку можно адаптировать, Ну, никак не адаптировать, А просто делать просто цыгун. То есть, в принципе... На самом деле... В этом состоит, да? Чтобы ты проснулся, Чтобы пустить организм. В Китае, на самом деле, Вот так оно и происходит. То есть, вот, там, в 5-6 утра Китайцы, вот, ну, массово, Не все, конечно, как бы, да, Как нам представляют, Но многие очень, Особенно люди старшего возраста, Выходят на... У них специально такие большие площадки сделаны, Для того, чтобы люди могли там заниматься Различными активностями. И они выходят и занимаются цыгун. Кто-то в группе занимается, У них прям есть такие учителя, тренеры там, да, Кто-то самостоятельно занимается, Неважно. Причем они, у каждого везде своя музыка, Или без музыки. Никто никого не отвлекает, Никто никого не отвлекается, Никто никому не мешает. И они там медитируют, Там занимаются это и все, Они занимаются цыгун. То есть, это идет как зарядка. Вот я почему... Как бы, ну, мой такой посыл, Что цыгун, он для всех, да, Вот он для обычных людей, Не для каких-то там суперосознанных, Какой-то избранных там, Которые погружаются в древнейшую философию, Там секретные секреты и так далее. А просто для обычных людей, Которые реально уже там позвоночник не гнется, Да, там шнурки человек не может завязать, Проблемы с весом, Проблемы с дыханием, С сердцем, да, Как бы там депрессия, апатия и так далее. Вот для этих людей, Которые, чтобы помочь им со здоровьем, Цыгун – это отличная зарядка. То есть, у меня вот сейчас есть две онлайн-группы, Мы по утрам занимаемся, Там в 6.30 и в 7.30 утра, То есть, я встаю, Как бы люди из разных, Не то что городов, Из разных стран занимаются. И вот все как один пишут, Ну, слова благодарности, Говорят, вот действительно, Организм начинает просыпаться, Заводиться, да, Где-то что-то болит, Как бы, но это уже такая, Начинает приятная боль. И люди заряжаются энергией, Они говорят, мы чувствуем эту энергию. Мы не знаем, что это такое, Но вот мы чувствуем. И это здорово. То есть, вот один, По поводу шнурков, кстати, Один из примеров, У меня вот есть моя ученица, Как я говорю, Девочка из 64-х годиков. Я видел фотографии с ней, да. Она начала завязывать себе шнурки. Представляете? То есть, она уже долгие, Ну, какое-то время, Там, не знаю, год-два, Она не могла завязать, Муж ей завязывал. Благодаря занятиям, Она может уже нагнуться, Наклониться, Уже животик меньше стал. Она легко дотягивается И завязывает себе шнурки. Представляете? Вот, и для человека Это огромнейший результат. То есть, для нас с вами, Ну, что там, по-другому, шнурки, да. А для человека, Который несколько лет Не мог это сделать, То это реально огромнейший результат. Там головные боли у людей проходят, Да, там запоры проходят. Спина гибче становится, Легче человеку. То есть, вот это, Вот такой, знаешь, Такой морок спадает, Когда человек в таком, Постоянно в каком-то легком депресснике находится. То есть, вот реально силы появляются. Да, вот пишет, Пишет моя общество, да, да, да. Заряд энергии, да, на весь день. Фанаты пишут. Но это здорово, на самом деле. Просто я вот видел у тебя комплекс утренний В записи. Я думаю, что однозначно Наше интервью будет на YouTube, И там я дам ссылку. В Instagram не знаю, Как дать ссылку на этот утренний комплекс, Но чтобы стало людям все-таки, да, вот понятно, Что это, о чем это. Потому что я, на самом деле, Его посмотрел, И некоторые вещи оттуда взял На первое время В свою зарядку. И еще оттуда собираю взять. Потому что мне, Ну, мне это интересно очень самому тоже. И потому что я, Когда у меня была практика Цигун, Я не помню, Что мне тогда помешало, Но как-то что-то у меня тогда вот слетело. Может, не хватило. Я даже себе в интернете Скачал в папку Подборку журналов Цигун и жизнь Что-то такое было. Цигун и спорт. Цигун и спорт был такой журнал. Да, да, был такой журнал. Это еще вот как раз Журнал физкультура и спорт. И потом там были сначала Статейки. А потом уже пошел Цигун и спорт. Был такой журнал, да. Скажи, Роман, А у тебя есть в твоей практике Вот примеры, Когда именно семья, Что называется, Взяла себе на вооружение. И так же вот, Как вот я сейчас идею высказываю, Сказала, Что у нас эта утренняя зарядка Теперь будет. И мы теперь будем Так, Роман, Проконсультируйте У нас на эту тему. Есть, есть. Ну, во-первых, Мой собственный пример, да. То есть у меня по поводу, Кстати, по поводу Примера отца, да. И по поводу курения. Сразу два в одном. Мой отец долгие годы курил. Но когда мы начали заниматься Тайдзи Цюани Цигун, Он бросил курить, По-моему, На три года. Вот он пока занимался, Он три года не курил вообще. То есть ему просто не хотелось, да. Почему, Ну, как бы, Это опять-таки все, Никакой внестики нет. Легко объясняется. Легкие нормально задышали, Они очистились, А нервная система успокоилась. Он почему курил? У него нервная работа, Он строитель, да, Как бы прораб. И, ну, Нервная работа постоянно там С заказчиками, Со строителями, Со своими. И постоянно надо покурить, Надо покурить, как бы. А с помощью практик Нервная система у него успокоилась, Да, Легкие очистились. И ему не хотелось просто, Чисто физически ему не тянуло. То есть он легко, Как бы, От этого отказался. Хотя до этого несколько раз Пытался бросить. Да, Потом, Когда он, конечно, Бросил практику, Какое-то время он еще продержался. Потом опять закурил. Ну, Сейчас, Слава Богу, Не курил. Моя мама сейчас вот Начала заниматься, Наконец-то Входит ко мне в группу. То есть долгое время Я ей уговаривал. Она говорит, Нет, Дыхательная гимнастика, И у меня с детства На них аллергия. И вообще, Ну, Как бы, Знаешь, Нет пророков в своем отечестве, Особенно, Как бы, Когда ребенок. То есть, У нее уже там 42 года, Но все равно, Все равно и ребенок. И, Знаешь, Тяжело признать авторитет Собственного ребенка. Это очень тяжело. Да. Вот. Но сейчас ходит, Занимается, Вроде, Ну, Слава Богу, Сейчас все потихонечку Налаживается, Получается. Есть у меня ребята, Ну, Так, На вскидку я вспомнил сейчас. Ребята, У меня мальчик занимается В группе По ушу саньда. И его мама, Папа, Сестра, И там, Парень или муж сестры, Как бы, Вот они очень активно, Когда у нас карантин был, Вот этот первый, Когда все мы сидели дома, Они очень активно Каждое утро Со мной занимались. То есть, Пока, Пока не вышли опять на работу. Сейчас вот работа мешает, Ну, Просто физически не успевают. То есть, С утра до вечера Они на работе. Но желание есть, Они хотят. И вот там реально такая семья Всплоченная, И они вместе, То есть, Ребенок до сих пор Продолжает у меня заниматься В группе, Но не цигун, Конечно, А вот родители хотят, Но пока не получается. Но такие тоже примеры есть. Ну, Это очень здорово. Вот про занятых людей Я просто по себе скажу Ну, Свой там пример. Например, Я буквально где-то года два назад Я целый год проходил В тренажерный зал У нас на Алексеевке, кстати, Там Кинг Был там у нас такой зал. И только по одной причине. Вот я, Поскольку психолог, И надо прислушаться к себе, Да, И ответить себе на вопросы. А какой ключ я могу подобрать к себе? Ну, Например, Вот в этом деле. И вот меня сильно очень впечатляло, Что я захожу в тренажерный зал, И там потолок, Ну, Как в супермаркете, То есть, Слишком-слишком высоко. То есть, Такое ощущение, Что ты пришел на спортивную площадку Под открытым небом. Ну, Это же супермаркетинец. Примерно как у нас на источнике, В Таржин. Да, 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 Да. И вот этот эффект. То есть, Я не могу, Например, Заниматься в залах с низким потолком. После этого мне, Ну, Очень некомфортно. Вот эти вот, Ну, Как-то вот не мое. Мне важно вот это. И потом тот же самый Сергей Бадюк подсказал одну фразу, Которую я запомнил, И которую я, Собственно, Сейчас и применяю. А сквозная практика. Знакомо тебе такое выражение? Нет, Напомню, Может быть, Напомню. Смысл сквозной практики состоит в том, Что я суперзанятой человек, У меня нет времени заниматься всей той красотой, О которой я слышу и знаю. Полезность ее я не отрицаю. Я подтверждаю, Я влюблен в это все, Но времени у меня нет. Что тогда мне делать, Собственно? А тогда мне заниматься сквозной практикой. То есть, Ну, Как, Например, Это выглядит у меня. Я утром делаю зарядку, В которой нет силовых упражнений, Кроме отжиманий в конце. Но, Когда я прихожу домой вечером с работы, Я начинаю нахождение дома с турника. Ну, То есть, Я не могу делать все вместе, Но я разбросал это, Ну, Я думаю, Что я еще что-то подтянул, Да, Ну, Пока вот у меня отжимания и турник. Да, То есть, Оно разбрасывается таким образом, Чтобы ты все это делал, Ну, Просто вот так. Ну, Это, Знаешь, Как я говорю, Лучше по чуть-чуть и регулярно, Чем ничего. Или, Знаешь, Бывают люди там, Врываются на неделю активных тренировок, По часу, По полтора, И потом сдуваются, Как бы у них все болит, И они не отказываются. Лучше по чуть-чуть. Вот я даже советую своим вот начинающим, У нас занятие часовое, Да, Говорю, Если вам, Ну, Люди разного возраста бывают, Есть там старше 60 лет, 70, И я говорю, Что лучше разбить занятие там пополам, Которые на три даже части, И в течение дня там позаниматься, По чуть-чуть. Это будет намного полезнее, Чем один раз часу позанимались, И потом забыли об этом на месяц, На полгода. По чуть-чуть регулярно, А по поводу вот там высоких потолков, Или низких, Да, Как бы и вообще помещений, Вот что касаемо цигун, Там, Тайзи Цюань, Конечно же, Идеальный вариант, Это заниматься на свежем воздухе. То есть вообще идеальный вариант, На теплой земле, На травке, Босиком, Под солнышком, Как бы, Это вот самый классный вариант, Вот в парке там, Или в лесу, Или на берегу моря, И спокойно, Когда никто не отвлекает, И мы занимаемся, Дышим свежим воздухом, И как бы, Оздоравливаемся. Но когда нет такой возможности, То это не должно быть причиной, Знаешь, Вот я летом, Когда будет лето, Я тогда поеду, Я тогда буду, Не надо вот это, Вот это все наша лень, Как бы, Это такие вот, Сам себя обманываешь. То есть хорошо проветриваем помещение, Как доктор Комаровский советует, Делаем влажную уборку, Если есть возможность оставить окна открытыми, Оставляем, Как бы, И занимаемся. То есть много есть видео, Вот не только у меня, Как бы, Да, Вот у меня вот сейчас, Я ютуб канал начал вести, У меня там есть и часовые занятия, Даже полуторачасовые занятия записанные, И просто отдельные упражнения различные есть, И в инстаграме тоже есть, То есть это все бесплатно. То есть можно заниматься бесплатно, Было бы желание, То есть он не ленится, Как бы, Просто полистать ленту инстаграма, Да, Там повыбирать, Или там ютуб посмотреть, Как бы, Можно все найти. И других тренеров очень много, Которые, Ну, Преподают это все, Как бы, Ну, В интернете. Главное было бы желание, Как бы, Чтобы человек, Погащего для себя именно тренера, Преподавателя, Потому что, Ну, Тоже это должно быть, Как бы, Комфортно, Да, Людям, Чтобы заниматься, С приятным человеком, Которому ты доверяешь. И вот, Ищем такого преподавателя, И занимаемся. То есть, Знаешь, Как говорят, Вот, Такими практиками нельзя заниматься через интернет. С одной стороны, Да, Лучше в идеале, Когда ты человека видишь, Да, И ты можешь его проконтролировать, Можешь ему там что-то подсказать, Подкрутить руками, Исправить, Как бы, Тут же показать, Вот рядом стоишь, Как бы, Ну, И все равно, Вот энергетика, Она вот это чувствуется, Да, То есть, Это идеальный вариант. Да, Но, Время наше сегодняшнее такое, Показало, Да, Что нет такой возможности. У меня часто бывает, Даже, Не обращая пока внимания на карантин, Да, То, Что нас закрыли, Как бы, Мы не сидим дома все. А вот, Просто, Такой элементарный пример. У меня несколько есть учеников из Москвы. Я говорю, Ребята, Вот там в Москве есть вот такой-такой-такой тренер. Хороший. Я знаю, Я с ними выступал на соревнованиях еще с 90-х годов. Я знаю, Ребята, Они хорошие, Толковые, У китайцев учились, Как бы, Ну, Классно, У них есть свои ученики. А ребята, Ну, Вот эти москвичи мои, Они смотрят, Говорят, Нам далеко. Нам тупо туда добраться, В их зал, Далеко. Ну, Москва большая, Куча пробок. Но мы времени просто не обладаем таким количеством времени. Нам проще, Как бы, Включить телефон утром, И посмотреть ваши занятия, И позаниматься. То есть, Вот, И, кстати, Вот древние мастера, Ну, Я думаю, Ты видел, Ты знаешь, Вот, Когда появилось, Ну, Вначале были книжечки, Картиночки, Да, То есть, Рисовали, Просто рисовали, Зарисовывали приемы, И какие-то там писали, Иероглифы подписывали. Потом появился фотоаппарат, На фотоаппарат себя снимали, Как бы, И тоже подписывали. Кинокамера на кинокамеру, Видеокамера на видеокамеру. То есть, Постоянно, Как бы, Мастера идут в ногу со временем. Но в большинстве случаев, Как бы, Мастера делятся. И древние мастера, Они как раз были бы очень рады и счастливы, Если бы они могли на, Вот, За короткий период времени, Да, На огромном расстоянии, Поделиться информацией С большим количеством людей. Вот, Чем интернет, Прикольная штука, Да, Что, Можно, Ну, Делиться с людьми, Вот, Буквально, Вот так вот, В прямом эфире, Большому количеству доносить информацию. Главное, Как бы, Берите, Пожалуйста. То есть, Понятно, Что в интернете много, Как бы, И нехорошего, Но и есть очень много полезной информации. Поэтому, Ну, Заниматься можно и нужно. Главное, Не лениться. Ну, Да. Скажи, Пожалуйста, Роман, Еще такой момент. А вот, Удавалось ли тебе когда-нибудь, Ну, Вот, Что называется, Переманить сомневающегося человека, Что называется, Да, Вот, Ну, На сторону, Так сказать. Денис, Я прошу прощения. Повтори, Пожалуйста, Пропала, Связь пропала. Повтори, Пожалуйста. Удавалось ли тебе сомневающегося человека сделать уверенным в том, Что цигун это хорошо, Который вот скептически был настроен? Ну, То есть, Ну, Где родился, Там и пригодился. Знаешь, Вот эти все штучки. Ну, Смотри, Я, Во-первых, Не тяну таких людей, Как бы, Ну, Если нет, То нет. Ну, Я никому доказывать ничего не буду. Но, Если человек, Приходит, Да, Вот он хочет попробовать, Вот он, Знаешь, Хочется и колется, То есть, Он хочет, Но сомневается. Оно не оно, Вообще работает, Не работает, А получится ли у меня? То есть, Ну, Знаешь, У каждого из нас куча тараканов в голове. То, Я даю такую прикольную правильность, Ну, Мы занимаемся, Во-первых, Человек, Когда начинает заниматься, Даже просто элементарную разминку, Ну, Как называют ее, Суставная гимнастика, Человек делает, Он уже лучше себя чувствует. То есть, Хотя это, Ну, Обычная зарядка, Условно говоря. То есть, Только упражнения чуть-чуть, Чуть-чуть китайские, Да, Ну, Как бы, Ну, Это не суть. И он уже лучше себя начинает чувствовать, Начинает вот эта энергия в нем подниматься. А потом, В конце занятия, Это вот классно, Мы когда вот в парке, Мы по субботам, Кстати, Будет весна, Тоже тебя приглашаю, Всех харьковчан приглашаю, В парке Горького мы по субботам занимаемся, Там, В 7.30 утра, На спортплощадке, У нас вот часовой цигун идет. И вот, Возле, Возле воркаут площадки, Да, Вот это там, Да, Да, Прямо под канаткой, Вот воркаут, Как бы ролиодром. И вот классно, Когда ребят мы позанимались, Позанимались, А потом я даю парную работу. То есть один человек становится просто спокойно, Закрывает глаза и стоит, Ничего не делает, Просто, Ну, Ощущает. А второй руками как бы вот с двух сторон, По центральной линии, Одна вдоль позвоночника, Вторая по передней линии идет вдоль живота и груди. И вот очень медленно, плавненько, Вот ручками вверх-вниз, Просто вот вверх-вниз как бы, И чуть-чуть так как бы, Ну, Накачиваем, Да, Пробуем. У 100% людей, У 100% людей появляется эта чувствительность. То есть люди просто в шоке, Как бы, А что это? А как это? Я говорю, Ну, Вот это вот та самая мистическая энергия. У меня есть мой коллега, Вова Подоляка из Тетры, Он тренер-культурист, Тренер тренажного зала, И он как-то вот давно, Он говорит, Я еще с детства, Как бы, Меня интересовали в источнике, Но все, Он больше в культуризм ударился, Как бы, Но хотел вот это вот практиковать. И однажды пришел ко мне, Пару раз приходил на занятия, На источнике еще. И там попался ему в пару, Ну, Вова такой здоровый парень, Какой накачанный, Мышленный. И попался ему же в пару, Тоже такой парень спортивный, Высокий, Крепкий. И парень тоже был первый раз. То есть вот два человека первый раз вообще. Они не заряжены, Знаешь, Они не фанатеют от этого. То есть они просили попробовать. И они потом, Когда вот мы эту практику сделали, Они были просто в шоке. Они оба такие, Как? Я тут, Тут огонь, А он чувствует, И у него такое же. И вот они вот обмениваются, И просто в таком приятном шоке. Я говорю, Ну, Вот она, Мистика и магия цигун. А на самом деле, Это наше электричество внутреннее, Да? И внешнее. Как бы вот человек почувствовал другого человека. Вот то, Что говорят там на расстоянии лечить. Так, У ребят нет звука почему-то. Алло, Алло, Слышите нас, Друзья? Кто слышит, Поставьте палец вверх. Ну, Вот у кого-то звука нет. Проверьте, Пожалуйста, У себя интернет. Да, Мы друг друга слышим. Вот, Поэтому мы, Когда начинаем практиковать, Заниматься цигун, Даже буквально вот с первого занятия, Можно вот эту энергию почувствовать. Потому что, Ну, Она не скрыта. Это не где-то надо ее там добывать. Она вот здесь внутри нас, И она вокруг нас. Просто чуть-чуть вот чувствительность вот эту развить себе, Ну, Буквально, Да? Там ладошки потереть, И уже мы начинаем чувствовать уже совсем по-другому себе. И то, Что вот говорят, Вот лечение руками, Да? Вот теперь я понимаю, Что это не волшебство, Да? То есть это вполне возможно. То есть можно даже самому себе почувствовать, Да, Умеет управлять, Почувствовать как бы вот тепло между руками. Это можно, Только каждый из нас может быть. Это здорово. Роман, Скажи, Пожалуйста, Да, Пальцы вверх ставят, Звук есть. Это просто у одного человека. Я просто считаю здесь, Роман, Даже удаленно вы заряжаете свои положительные римы на весь день. Ну, Спасибо, Как бы, Это вот девушка у меня занимается регулярно на занятиях. Спасибо большое. Я всех девушками называю, Даже там 70 плюс, У меня все девушки и девочки. А, Роман, Самая старшая твоя ученица? Или старший ученик? Восемьдесят, Не буду врать, Или два, Или восемьдесят, Не буду врать. Женщина, По-моему, Она сейчас живет В Казахстане, Ну, Это онлайн ученица, Ну, Не онлайн ученица. Она живет в Казахстане, По-моему, А сама из Харькова, То ли ее мама, То ли бабушка, Ну, Короче, Она с Харьковом как-то связана. Она мне писала, Вот, В начале карантина, Она занималась у меня, И писала, Что у нас с Харьковом связана, И вот ей там уже, Ну, За восемьдесят, Как бы, Лет, И она занимается. Да, Понятно, В своем темпе, Да, Какие-то упражнения сидят, Делает, Но занимается, Как бы, И человеку легче становится. А вот, Из тех, Которых вот живьем, Как бы, Я занялась, То вот, Валентина Николаевна, Это врач, Акушер-гинеколог, Я думаю, Ну, Многие девочки Из Харьковчанки Ее знают, Вот, Ей 64 года. И сейчас, Вот, Все как один, Вот, Заметили ее родственники, Там, Муж, Что она похудела, Стала энергичнее намного, Ну, Как бы, Силы появились. Вот, Кстати, Валентина Николаевна Написала книгу сейчас. Я, Ну, Прошу ребят На занятиях Вести свой дневник Для себя, Чтобы отслеживать изменения, Да, Как бы, Ну, И понимание, Что с ним происходит. И вот Валентина Николаевна, Она так ответственно К этому подошла, Она писала дневник, Причем, Ну, Пишет очень смешно, Так интересно, Легко, Там, Как бы, Как ее муж подначивает, Как он там, То храпит, Как бы, Когда она называет, То наоборот, Как бы, Следит за ней строго, Чтобы занималась, И так далее. И вот, Ага, А вот, 67 девочки, Да, Вот, Пожалуйста, Вот 67. И вот она, На основе вот этого дневника, У тебя даже, Рядышком со мной лежит, Вот такую книгу, Сейчас издала, Ну, В издательстве она уже. Вот здесь вот ее дневник, Очень легко, Весело написан. И на основе, Ну, Моего инстаграма, Издатель, Вот, Сделал, Вот это мой инстаграм. Это вот отзывы, Отзывы всех ребят, Которые занимались со мной на карантине. То есть, Очень прикольно получилось, Как бы, Вот, Будем, Сейчас издадим ее, И будем народу распространять. Класс, Это здорово. Опять-таки, Вот так цигун заряжает, И меняет жизнь людей. Знаешь, Как говорят, Когда занимаешься цигун, Меняется жизнь. Она меняется, Потому что у человека силы появляются, У него энергия появляется, У него мозг прочищается, И многие, Так скажем, Важные дела такие, Да, Которые вот, Или какие-то комплексы, Они просто отпадают. Какие-то проблемы, Они начинают решаться, Как бы, Сами собой. А человек перенастраивается, Просто он, Как бы, Мост свой настраивает На другие волны, Да, Он видит возможности другие, Как бы, У него глаза, Кругозор расширяется, Просто благодаря практике. И, Ну, Естественно, Жизнь начинает меняться. И народ говорит, Вау, Это волшебный цигун. Ну, Как бы, Да, Да, Волшебный цигун. Вот тут пишут, Содраганием вспоминаю обычную гимнастику в школе, А суставная гимнастика на ютубе Романа, Это кайф. Да, Суставная гимнастика. Смотрите, Смотрите, Момент какой, Вот тоже хочу, В оправдании, Как бы, Гимнастики нашей советской, Школьной, Да, Ну, Все, Опять-таки, Зависит от учителя. Помним мы все, Как бы, Учителя разные бывают, Ничего не могу сказать, Как бы, У меня были хорошие учителя, Были не очень. Когда, Там, Мяч бросает, Или там, Что-то там погонял, Как бы, И до свидания, И делайте, Что хотите, Да. А есть учителя, Которые действительно, Ну, Классически все с себя требуют, Делают, Как бы, Ну, Объясняют, Показывают. Поэтому, Возможно, Вот, У кого это было? У Галины, По-моему. Да, У Галины, Это тоже моя ученица новенькая. Возможно, Был, Как бы, Учитель не очень, Который там, Что-то там заставлял, Мучил и так далее. Меня просто, В институте учили правильно учить, Спасибо моему преподавателю, Людмиле Егоровне Шестеровой, Вот, Она научила нас правильно преподавать, Правильно учить. И, На самом деле, Вот, Суставной гимнастике, В Цигун, Много есть, Она перекликается, Мы-то все, Как бы, Ну, Руки, Ноги, Голова, Да, Все одинаковые. Перекликается, Вот, С китайской, Суставной гимнастикой. То есть, Какие-то вещи, Ну, Они просто взяты Из обычной школьной физкультуры. Но, Правильно делая, Осознанно делая Эти упражнения, Эффект совсем другой. Ну, И плюс сейчас, Как бы, Конечно, Осознанность у людей, То ли в детстве, Когда мы там, Ничего не надо, Нам погулять, Просто повторяли, Да? Да, То ли сейчас, Уже человек осознанно Понимает, Для чего это ему нужно, Как бы, И, Конечно же, Совсем по-другому Чувствует себя. Меняет полностью, А главное, Учит видеть мир С другой стороны. Да, Цигун, Да, Есть такое дело. Это Михаил, Мой друг, Пишет, Тренер по ушу, Стиль Винчун. Из Макеевки. Да, Миша знает, О чем говорит, Да. Так, Не только сила, Душевная ронессия Испокойся. Да, Есть такое дело. Так и есть, После занятия сама Хочется жить. Ну, Опять-таки, Смотрите, Друзья, Вот знаете, Знаешь, Как вот, Мне, Конечно, Очень приятно, Да, Что, Ну, Люди так хвалят, Как бы, Там, Благодарят и так далее. Но, Вот, Как часто пишут, Вот, Спасибо вашей гимнастике, Вашим занятиям. Гимнастика не моя, Она китайская. То есть, Я просто, Как бы, Как проводник. То есть, Вот, Я чуть-чуть что-то знаю, Я делюсь, Да, Люди, Кто-то берет, Кто-то не берет. Качество проводника, Зависит от того, Зайдет ли нет проводника, Гимнастика людям, Или гимнастика не зайдет. Это, Это очень важно. Потому что, Я просто в себе отслеживал, Очень большое разочарование у меня было, В каком-то смысле, Когда я учился в Харьковском национальном университете, На философском факультете, Специальность у меня культурология, Это высшее образование такое я получал, И там я учился на стационаре, И я ходил на пары, И это не заочное обучение, Где там, Ты постольку поскольку присутствуешь. И я там особо, Очень остро ощутил, Как важно, Что на пары некоторых, Ты просто сразу хочешь спросить, Сколько стоит, Что принести. Ходить я точно не буду, Нет, 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 Уберите меня отсюда, Вот сюда точно, Нет, Мне просто жалко своего времени. Или когда ты идешь за человеком, За его личностью, За его харизмой, За его подачей, И ты получаешь то, Что он туда вкладывает, И да, Знания не его, Он их передает, Но как передает? Вот это же, Вот в этом же дело. Согласен, Согласен, Есть такое. Да, Потому что и чувство юмора, И интеллект, Это все видно, Просто по, Буквально там, Через пять минут разговора, И это важно, И это важно, Потому что, С этим же ты будешь дальше И взаимодействовать. Знаешь, Как у меня был эфир С девочкой из Америки, Ну, Наша девочка, Украинка из Америки, Она сейчас там живет с мужем, Она йогой занимается, И вот у нас был эфир По поводу йоги и цигун, Как бы пересечений, Можно ли сочетать, И так далее, И вот одна из подписчиц В эфире прямо, А мы там шутили, Ну, реально нормально общались, Улыбались, Говорит, Ой, типа, Роман, У вас такая красивая улыбка, Почему вы на занятиях Не улыбаетесь? Ну, как бы, В прямых эфирах На занятиях своих. Ну, я же объясняю, Когда ты преподаешь, То, ну, Ты сосредоточен на том, Чтобы, ну, Донести информацию, Правильно показать, То есть там, как бы, Ну, Не до улыбок, Ты более, ну, Более собран, да? Вот когда вот так вот в беседе, То можно, конечно, И поулыбаться. Поэтому, ну, Понятно, Когда идут занятия С людьми, Которых ты знаешь уже, Да? Там, особенно, ну, Вживую, Когда ты видишь реакцию людей, Тогда можно и пошутить, И улыбнуться. Ну, когда это вот в эфире, И ты не понимаешь, Что там происходит По ту сторону экрана, Там, как бы, ну, Сильно и сильно не пошутишь. Роман, Это не только у тебя. Я тоже, Когда идет такой эфир информационный, Да? То есть я тоже не вижу Обратной связи, И это не всегда получается, Действительно, Пошутить, это нормальная история. Для этого и нужны Совместные эфиры, И такие сейчас, Как нас, Чтобы те, Кто тебя знают, Как человека, Который вещает, Увидели тебя с другой стороны. Это очень важно. Это очень важно, Потому что, ну, Мы же, Личность ведет. В этом, В этом, опять-таки, да. Нам карантин все-таки помог. Вот какой, Не какой этот год, Как бы, да, Двадцатый, Но он многое изменил. Я вот про онлайн думал Несколько лет до этого. И думал, Что вот онлайн, Надо все уже в интернете, Надо выходить в интернет. Но как-то, Вот все не решался, Все думал, Еще и чуть-чуть. Я тут, Мне еще технических Не хватает моментов. Как бы, Мне еще то, То, То надо. А тут просто, Как бы, Вот, пожалуйста, На. Хотел? Иди. То есть, Как бы, Карантин заставил, Можно сказать. Ну, И это прикольно. Да, у меня похоже стало. Да, Я думаю, У многих сейчас похожая ситуация. И это очень здорово, Что, Благодаря, Опять-таки, Интернету, О таких вот, Ну, Как бы, Специалистах Обычные люди могут узнать. Да, И, Ну, Можно поделиться этой информацией. Опять-таки, Тоже, Вот, Обычные люди. Ну, Обычные люди, С точки зрения, Вот, Цигун, Допустим, Обычные люди, Которые не занимаются. Да, Но они могут быть необычные В чем-то другом. Потому что у меня реально Очень много, Действительно, Талантливых людей. Там, Врачей. У меня несколько, Там, Человек, Пять или шесть врачей. У меня есть люди, Которые руками что-то делают. Там, Тортики красивые делают. Там, Вышивки. Девочка сумки какие-то Крутые такие кожаные делает. Еще там, Ну, Много всего, Как бы, И для них это является обычным. Да, Для меня, Допустим, Это что-то уникальное. И вот, Когда вот в интернете Вот так вот начинаешь общаться с людьми, Какое-то взаимодействие происходит. Потом уже они сами между собой Начинают общаться, Опять-таки, В интернете. Кто-то встречается уже потом вживую. То есть, На самом деле, Это такой нетворкинг очень прикольный. Поэтому, Да, Как бы, Был сложный год, Но все равно ему спасибо за это. Роман, Тут важные слова благодарности прилетели тебе. Цигун, Это возрастная гимнастика. Я правильно понимаю, Я занимаюсь, Занималась по видео Владимира Перова И Ли Холдена. Случайно нашла вас, Роман, В инстаграме. Благодарю вас, Супер занятие. Вот то, О чем ты сказал, Подтверждение. Да. Вот тебе инстаграм. Только по поводу возрастной гимнастики, Я не понял. Это вопрос был. Это возрастная гимнастика? Смотрите. Наверное, Знаешь, Я тебе не дозадал вторую часть вопроса, А самый молодой твой ученик. Вот поэтому и спросили. Про возрастную. Ну, смотри, Как я к этому отношусь? То есть, Для детей Это реально скучно. То есть, Ну, Ты как психолог знаешь, Что у детей Возбуждение в психике Преобладает над торможением. То есть, Им нужно активность, Им нужно движение, Постоянно какое-то, Да. Громкие звуки, Там яркие картинки, Там куда-то бежать, Прыгать и так далее. Я, Когда занимался, Мне тоже было скучно. Вот честно. Особенно стоять долго в статике, Да, Столбом. Есть такая позиция, Основная, Абцигун, Стояние столбом. Это вообще было жесть. Я терпеть это не мог. У меня затекали плечи, Спина, Ноги. Мне все болело, Ломило. А надо просто стоять и концентрироваться, Там представлять донтяне, Энергию. Я, конечно, пытался это делать, Но это было очень тяжело. Мне нравилось драться, Биться, Прыгать, Палками махать. Экшн. Да, экшн должен быть. Но я был заряжен, Потому что я знал, Что вот потом я это изучу, И потом будет что-то дальше. И оно так и случилось. Приехал Лидзян Вэнь, Показал нам спортивное ушу, Да. И мы все туда ломанулись, И забыли вообще на долгие годы, Я про Тайдзи и про Цигун вообще забыл. То есть я чисто спортом занимался. И поэтому, В этом смысле, Да, Цигун, Как бы он все-таки более для, Ну, уже человека взрослого, Который понимает, Для чего ему это нужно, У которого уже есть, К сожалению, Проблемы со здоровьем. Потому что мы про Бога вспоминаем, Да, Только когда у нас что-то плохо становится. То же самое, Когда у нас со здоровьем плохо, Мы начинаем искать какие-то практики, Когда нам врачи уже не помогают. Мы начинаем там йога, Цигун, медитация, Еще что-то, Какие-то травники и так далее. К сожалению, так, да. У китайцев по-другому, Но у них еще с императоров приучено, Что вот ты должен делать то, Что тебе сказали, Как бы ходить с троем, Как бы почитание старших. И у них прям буквально там Чуть ли не детского сада Преподается Тайзи Цюань. Ну, понятно, не везде. Ну, как бы, не везде. Но есть такое, Что вот они прямо вот с троем, Там их толпа, Человек 100, И они все синхронно делают один комплекс. Да? Очень это красиво. Но, чтобы такого от наших детей добиться, Я не знаю, что нужно делать. Потому что в Китае Родитель отдал ребенка. Надо воспитывать другому И не одно поколение. Правильно. В Китае родитель отдал ребенка И, как бы, учителю. И все. Учитель – это главный человек. Учитель – самый уважаемый человек в Китае. То есть вот если ты лао-ши, Это все. Ну, в любом виде детей. Это уважаемый человек. Потому что у лао-ши есть знания. Как бы, у него есть опыт, У него есть знания. И он может чем-то поделиться. Поэтому ребенка отдали – все. Я ничего не знаю. Бьете – пусть, ну, как бы, Если заслужил – бейте. Главное, чтобы с него толк вышел, Чтобы он человеком вырос. Все. И поэтому, ну, дети это понимают. Все. А как бы, родители не помогут. У нас же сейчас мы по-другому Детей воспитываем. Поэтому у нас сразу начинается вот это. Я маме скажу, А вы не имеете права, А я на вас суд подам. И так далее, и так далее. Поэтому вот она разница. По поводу возрастного цигуна. Ну, да. Конечно же, гимнастика Как бы создана для оздоровления. А о здоровье мы задумываемся, Как я уже сказал, Уже после 30. Когда уже начинаются проблемы. Конечно же, Лучше ей заниматься для профилактики. Уже начинать хотя бы там Со старших классов школы. Опять-таки, как гимнастику. Просто показывать, Рассказывать дыхательные упражнения. Хотя есть же у нас Куча детей, С бронхитом и с астмой. Которые, Ну, дети бедные задыхаются. У меня у самого был бронхит Астматический, С астматическим компонентом На фоне аллергии. У меня была аллергия На домашних животных, На бытовую пыль. А во взрослом возрасте Мне уже астму поставили. И только тогда я вспомнил, Я же в детстве цигун занимался. Я начал как бы дышать. Ну, было, понятно, Лекарства меня лечили. Я там нашел Дыхательный тренажер Фролова. Очень классная штука. И вот дыхание цигун. И вот с помощью вот этих вот вещей Я как бы себя вытащил. У меня сейчас нет астмы. Ее сняли. А упражнение простое, Элементарное. То есть там делать нечего. Просто его надо делать регулярно. И многим это помогает. Поэтому по возрасту да. По поводу упражнений, Которые могут сейчас Как-то помочь В повседневной жизни Нам всем Вот эту вот В эпоху пандемии. Что ты можешь посоветовать? Вот дыхательное Есть что-то такое Простое? Какое-то доступное? Конечно. Есть очень простая техника. Вот вообще проще некуда. Мы вдыхаем носом. Причем вдох обычный Или даже короче обычного. То есть не длинный. То есть спокойный вдох носом И выдох через сомкнутые губы. Медленно-медленно Стравливая воздух. Вот так. Вот как бы с сопротивлением. Опять спокойный вдох. Ну или обычный Или даже вот для тех вот У кого астма Им лучше короче делать вдох И стараться подлиннее выдох. Да, ну понятно, что им тяжело Выдыхать длинно как бы вначале. Но постепенно с практикой Все лучше и лучше это будет получаться. И вот доктор Комаровский Он советует даже Такое дыхание Как восстановление после ковида. И доктор даже советует Вот прикрывать ладошкой рот Губы прикрывать Чтобы сопротивление еще больше было. Когда мы вот так С сопротивлением выдыхаем И длинно выдыхаем У нас там очищается Наша альвеола Ну там как бы там Газобмен улучшается. Альвеола очищается. Вот эта вот слизь Мокрота вся выходит из нас И легкие Ну если так можно сказать Они как бы укрепляются Да, то есть вот эти вот Ворсинки Они становятся более Ну как бы активными Крепыми И вот это вот Да, вся вот эта гадость Выходит И потом Не пускает в себя Вот этот раздражитель Как бы раздражающий фактор Я, кстати, вот почему Осмелился к доктору На эфир напроситься Потому что я Увидел, как он показывает Это дыхание А я думаю Ну я жене говорю Так я же это каждое утро На занятиях В эфирах говорю Она говорит Ну давай Напиши ему То есть я написал И буквально Ну на удивление Через день Наташа Менеджер Комаровского Написала мне Говорит Позвоните в скайп Как бы пообщайтесь Вот И мы вышли в эфир Причем тоже вот доктор Задал вопрос Говорит Ты про чакры Эзотерику и так далее Там Я говорю нет Физиология Биохимия Анатомия Как бы Хорошо Тогда общаемся И мы нормально нашли общий язык И мы пообщались И до сих пор Люди Пишут мне Ну в комментариях Благодарны Комаровскому Что благодаря ему Они познакомились со мной И с практиками цигун И до сих пор Сейчас занимаются И вот Вот это вот дыхание Можно Ну просто Вот его можно делать В любом месте А сколько Сколько раз Сколько продолжительность Как ты это рекомендуешь В начале Лучше там Ну минутки 2-3 Чисто как Ну потренироваться Попробовать Просто освоиться Да Потом Да Потом все больше и больше В идеале Там довести До часу Такое дыхание Да Я так дышал Начинал Когда У меня приступы начинались Допустим Где-то в маршрутке В метро Пыльно Вот сейчас я езжу Ну когда там захожу Да Иногда То Я этого не чувствую Ну я чувствую Я понимаю Что пыльно Чуть-чуть чувствуется Да Но раньше я прям задыхался Мне было Прям тяжело было Потому что я Долгое время работал В старых спортивных залах А там тоже пыльно Как бы И вот оно вот оттуда пошло Как бы я начну Сильные приступы у меня начались И вот я вот этим дыханием спасался То есть я Ну купировал таким образом приступы То есть понятно Что долго Ну человек все равно не сможет Если ты чуть-чуть Делаешь короткий вдох И длинный-длинный выдох Потом опять короткий вдох И опять длинный-длинный выдох То рано или поздно Тебе захочется Глубоко вдохнуть То есть ну это нормально Там через 3-5 таких циклов То есть через 10 Но все равно захочется Вдохнуть глубоко Нормально Это нормально Вдыхаем И продолжаем опять точно так же Короткий вдох носом И длинный-длинный выдох Это можно делать сидя Это можно делать лежа Это можно делать стоя Там опять-таки в транспорте Где-то в очереди На работе Где угодно можно дышать Желательно добавлять Дыхание с животом Чтобы у нас живот работал То есть не грудь А живот Мы на вдохе Живот надуваем А на выдохе Плавно Медленно Как бы Вжимаем в себя То есть Воздух стравливаем И живот сжимаем И получается у нас еще такой Легкий массаж Внутренних органов То есть это можно Сначала поучиться Просто лечь На спину На ровную поверхность На пол допустим Положить руки на живот И попробовать Когда вдох мы делаем У нас руки поднимаются Живот их выталкивает На выдохе Мы чуть-чуть помогаем Как бы и поддавливаем Живот И максимально все Из себя выдыхаем То есть задача Максимально все Выдохнуть из себя Я могу сейчас вот показать Если время есть Позволяет на время Да-да-да Да, конечно Вот два варианта Как бы вот этого дыхания Сделаем сейчас Сейчас, секунду Вот первое Это журавль Расправляет крылья То есть Мы один раз будем Первое упражнение Будем дышать грудью А второе упражнение Будем дышать животом То есть мы просто вот Садимся с ровной спиной Либо остановимся С ровненькой спиной Копчик должен быть Подкручен обязательно Чтобы лордоза не было То есть прогиб в пояснице Мы убираем То есть спина должна быть ровной И мы делаем вдох носом И руки разлетаются Ну вот кисть вот так Мне просто неудобно Вот такая вот Мягкая Мягкая такая Как крыло Как крыло То есть мы просто Мягко поднимаем руки вверх Это вдох у нас И наша задача Раскрыть максимально ребра Чтобы они разошлись в стороны И поднялись вверх чуть-чуть Наполнить грудь Кислородом Вдох Раскрыли И выдох Плавно Медленно Опускаем руки И стравливаем воздух Вот такое движение Делаем То есть вдох Носом Руки вверх Выдох Плавно Через губы И медленно Опустили Это вот Такое Образное Красивое название Журавль поднимает крылья Второй вариант Этого упражнения Журавль расправляет крылья Здесь уже мы добавляем Движение позвоночника То есть если в первом варианте Мы делаем с ровной спиной И с подпущенным копчиком И макушкой вытягиваемся вверх То во втором варианте Мы делаем прогиб Мы руки разводим Как будто у нас в руках большой шар Мы его растягиваем И делаем прогиб в грудном отделе Опять-таки вдыхаем носом И грудь у нас раскрывается Легкие наполняются На выдохе мы округляемся Опять-таки копчик подкручиваем Округляем поясницу Округляем грудной отдел И медленно Очень медленно Стравливая воздух Руки сводим Как будто мы шар пытаемся сдавить И все Стараемся из легких Выдохнуть максимально То есть на вдохе мы наполнились Раскрылись На выдохе сжали легкие Полностью все из себя выдохнуть И здесь очень хорошо Добавляет такой мыслеобраз Что мы вдыхаем Такую чистую энергию Которая нас очищает А выдыхаем все болезни Проблемы Страхи Переживания Все комплексы Обиды Как бы Весь негатив Мы выдыхаем Всю опять-таки Слизь реальную накопившуюся Мы из себя выдыхаем Мыслеобразы опять-таки Нет никакой мистики Это они нам помогают Лучше Когда мы настраиваемся С мозгом Мозг с телом Взаимодействует Мы представляем Какие-то мыслеобразы Мы таким образом Улучшаем нашу чувствительность Мы помогаем Своему организму Помогаем Вот этим Физическим упражнениям Как бы Получается эффект От упражнений И от дыхания Намного лучше Когда мы добавляем Мыслеобраз Когда у нас улучшается Это чувствительность Ну вот это вот Одно упражнение Как бы два варианта Да И вот второй вариант То есть второе упражнение Это дыхание с животом Грешное дыхание Когда мы Я его называю Дыхание на берегу моря Мы стоим Или сидим Представляем Что мы на берегу моря Такая мягкая волна Легкая По коленам И в воде И у нас в руках мяч Резиновый мяч На вдохе Волна накатывается Мы руки поднимаем Плавно вверх Представляем Как вот волна Поднимает наш мяч А вместе С мячиком Поднимаются руки Вот до уровня Плечевых суставов Выше не нужно Мягко А на выдохе Плавно Медленно Мы стравлив Опять-таки В воздух Через сомкнутые губы И уже Только мы дышим Животом То есть у нас Первый раз Ну в первом причине Было дыхание Грудное Да Здесь мы дышим Животом И плавненько Руки опускаем Живот мягко Вжимаем в себя Опять вдох Живот надувается Да Руки поднимаются На выдохе Мягко-мягко Опускаем И живот Мягко Плавно В себя Вжимаем Вот такие упражнения Ну первое Можно делать Там 10-15 повторений Да Вот этих Разведений рук Этого будет достаточно А вот Упражнение Дыхание На берегу моря Можно делать От 3 минут До получаса До часа Но опять-таки Не сразу То есть все постепенно С практикой Да Потому что может Там с непривычки Закружится голова Шум в ушах Может появиться Как бы Ну это все Потому что Здесь забито Шея забита Вот этот Верхний плечевой пояс Забит Человек давно Ничем не занимался Пошло еще Глубокое дыхание Как бы И начинаются Вот эти все Неприятные процессы Но с практикой Постепенно По чуть-чуть Все оно Устаканивается Выравнивается Давление опять-таки Выравнивается И человек оздоравливается Роман Я прочитаю Тебе еще один отзыв Там интересный Написали Значит Ник Ли Даолун Написал Я 27 лет С боевыми искусствами С Ромой дружим Достаточно давно И было много Совместных тренировок Но без лести Могу сказать Что от него Заряжаешься той энергией Которой Не хватает многим Вот Это вот Миша Миша мой друг Да Из Макеевки Вот Тоже тренер Причем Миша Нашел меня Еще там Вконтакте Было Ну когда у нас Еще до войны Задолго Сам Как бы Написал Мне Говорит Ну мы там Тоже на Ну на Теме ушу Мы тогда Состыковались Я говорю Ну да Классно Он говорит Давай общаться Ну давай общаться Но для меня Вот настолько Это было тогда Все новое И я не мог Представить себе Что человек Может вот Из другого города Вот так По интернету Ну списались И списались А он говорит Я приеду Ну хорошо Приезжай То есть человек Приехал Со своими учениками Мы пообщались Познакомились Поняли что Ну не только В интернете Но и так Тоже как бы Друг друга понимаем Да вживую Потом я Несколько раз Ездил туда В Донецк В Акеев Там семинары Проводил У ребят Ну классно было Вот такое Отобщение Ну все Как бы Политика все Испортила К сожалению Ну надеюсь что Рано или поздно Все наладится И мы опять Сможем встречаться Уже Ну не только В интернете Общаться Но и встречаться Вживую Так что Миша Спасибо тебе За комментарии Миша кстати Тоже иногда Заходит Занимается По моим занятиям Вот еще один Комментарий Написали Подтверждаю Заряд энергии Роман дает Невероятный Так что все таки Да Роман Цигун это не твое Ты проводник Но понимаешь Все комментарии Говорят о том Что ты проводник Тот который Через который Больше Цигун Проникает К нам А это очень важно Не твой цигун Но больше Проникает к нам И через тебя Наверное Это очень важно И эта личность Мастера Это невероятно Роман Неожиданный вопрос Какое твое Любимое оружие Из тех С которыми тебе Нравится выступать Я смотрел Твои видео Мне стало Это интересно Некоторое оружие То которое я себе Я знаю Ты не использовал Может просто нет С этим видео И мне Стало это интересно Ну я У меня прямой меч Дзиньшу И пика Копье Ну пика Копье Для меня Копье Наши переводят Как копье Тяншу Но для меня Копье Это то что метается А когда ты работаешь С ним Бьешься То это Колешь Бьешь И так далее Вот это Два оружия Которые Я Все время Я с ними работал Выступал Вот это Самые такие Оптимальные Ну то есть Я из пудала Выступал Из сабли Из палка Из прямой Но вот Пика И меч Это самое любимое Вид оружия Скажи Роман На открытом Пространстве Когда ты занимался Цигун Есть какое-то Любимое место В Харькове Где ты прям вот Ну вот прям Вот в Харькове Тебе там вот Ты занимаешься И ты думаешь Ну вот все Прям Вот класс Ну Конечно Лучше всего Когда это Где-то в лесу И когда Никого нет То есть Вот заниматься Именно самому Заниматься Лучше так Чтобы никого Рядом не было И тебя никто Не отвлекал Ты не отвлекался Вот птички Природа И ты занимаешься А преподавать Конечно же Это парк Горького И Саржин Яр То есть Это вот два места Которые Они тут рядом со мной Мне вообще Пешком Что-то туда Пройтись И Ну Удобно Хорошо И что Хорошо Что Ну во-первых Это природа И люди приходят Туда уже Заряженные Заниматься Своим здоровьем То есть Там много Ребят Которые фитнесом Занимаются Там на турниках Различный Там футбол Кто-то еще что-то И Ну Все заряжены Спортом Заряжены Своим здоровьем Поэтому Ну как бы Ты в такой Атмосфере Находишься Каждый своим делом Занимается Но вроде бы Как бы Все вместе И вот Ты на свежем воздухе Кстати По поводу Тоже Свежего Да Движение Это жизнь Сто процентов Нужно двигаться Вы правы По поводу Свежего воздуха Мы когда сидели Вот на первом Карантине И у меня По-моему Из Москвы Девочка Она говорит Ну вот Я с вами Ну писала мне Потом уже Когда нас выпустили Она говорит Ну вот я Дома В квартире Да А в квартире На самом деле Чем не очень хорошо Потому что Ну железобетонные Вот эти перекрытия Они все-таки Блокируют Как бы Энергию Да То есть это Наше электричество Плюс еще много Всякой аппаратуры Как бы Куча людей Со всех сторон Вай-фай Человеческая энергия То есть Все оно Так вот Пересекается Чувствительность Притупляется Да А Ена говорит Ну вот я стою Там с этим столбом Как бы Дерево Представляю Укоренение Это через столб Представляю Ну что-то Ну у меня мышцы болят Ну как-то там Ну что-то такое Ну наверное Говорит Оно работает Говорит Но когда поехала Когда выпустили уже всех Поехала на дачу К себе А это как раз Уже там май месяц Был Июль даже Стала босиком На землю Говорит Я как вросла Корнями Ну из столб У меня Говорит Руки как начали Сами летать А ну А мы-то Стоим просто В статике Да Но бывает такое Когда энергия прет Руки начинают Действительно Сами летать Говорит У меня Волны Говорит По телу пошли Я не понимаю Мне страшно И в то же время Интересно Я не хочу Это чувство терять То есть Вот пожалуйста Что такое Природа Что такое Единение С землей Укоренение То есть Человек Никого нет Есть деревья Есть воздух Свежий Солнышко Земля Матерь наша Родная Мы укореняемся И совершенно По-другому Все чувствуем А вот Вот она Моя девочка Это я Привет Привет Здорово Здорово Напишите Пожалуйста Свои ощущения Как это было Расскажите В двух словах Буквально Интересно будет Почитать Ребята Да Это интересный Очень эффект Потому что Ну Я Когда Начинал Заниматься И занимался Ну очень Короткое время Меньше месяца Наверное У меня не было Такого Ну скажем так Какого-то Такого понимания Какой-то такой Глубины О которой ты говорил Как дети Что они Что они Не очень Как-то Могут Отследить Что Нужно Делать То Что Не имеет Такого Экшена И Мастер Короче Когда мы Кулаками Начнем Что-то будет Такое Да Когда Кулаки Там Чтобы мы Там Да Это же дети Всегда Хотят Конечно Драться 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 Ну вот У меня Было Похоже На Детское Такое Восприятие Знаешь Такое ощущение Что не был Готов Просто Как будто Не был Готов Еще К этому Вот И Опять-таки К вопросу О возрастной Гимнастике Цигун Все Приходит Вовремя Все Приходит Вовремя Ну Опять-таки Это тоже Не мне тебе Рассказывать Ты как психолог Знаешь Периоды развития Мозга И нашей психики Как она формируется На каком этапе На каком возрасте Что нас больше Интересует То есть Опять-таки Воздействие гормонов На нас Поэтому Когда Мы чуть-чуть Замедляемся Начинаем уже Оглядываться Когда уже Чуть-чуть Жизни устаканились Уже Каких-то целей Добились Уже есть семья Уже начинается Тогда Задумываться Что Что вообще Происходит Что со мной Происходит Так Не так Человек начинает Про здоровье Замедливаться И так далее Когда нам 15-20 лет Мы Побежали Вперед Из песни И ничего На своем пути Не видим Никого не слушаем Это нормально Это у всех Так Это со всеми Так бывает Поэтому Это нормально Да Это здорово Это здорово Что Есть такие Люди Которые Как ты Которые Заряжают И Несут Вот это Знамя Здоровья И Такого Осознанности И такого Пути к себе Что называется Я бы так Пафосно Конечно Не говорил На самом деле Я не люблю Когда Знаешь Знамя здоровья Про Осознанность Когда начинают Сильно Не люблю Я такое Я все таки За то Чем проще Тем лучше Цигун Это гимнастика Для здоровья Она для всех Берите И пользуйтесь Это полезно Всем Это на 100% Всем полезно Не надо Верить Или не верить Сомневаться Считать Что это Китайцы Что-то там Придумывали Просто берите Попробуйте Сделайте Хотя бы Несколько раз А лучше Месяц-два Когда Как раз за месяц Организм Перестраивается Адаптируется Мозг Сознание Адаптируется И посмотрите На эффект На результат Потому что Действительно То что Пишут мои Ребята Онлайн ученики Я сам удивляюсь Этим результатом У меня В инстаграме Есть раздел Отзывы Хайлайтер Есть отзывы Можете Интересно Почитать Там действительно Когда у людей Проходят Эти холки У девочек Горбики На шее Когда Панические Атаки Проходят Вот кстати Тоже Тебе Как психологу Панические Атаки У людей Причем У меня У девочки Молоденькая Девочка Тоже Харьковчанка Наша Ей Посоветовал Ее Психолог Или психотерапевт Как правильно Сказать Ну И то И то И то Вот Врач Который Ее Ведет Он ей Посоветовал Цигун И она Тогда Меня Нашла Она Говорит Меня Прошли Панические Атаки Благодаря Занятиям Цигун Понимаешь То есть Вот И там Куча Много Эффектов Поэтому Я Сам Удивляюсь Ну В панических Атаках Цигун Работает Наподобие Камертона Просто Я вообще Заметил Слушая Тебя Эффект У Цигун Который Мне Напоминает Работу Камертона То есть Камертон Он дает Звук Определенной Ноты Чистой И по нему Можно настроить Любой музыкальный Инструмент Для этого Он и создан Это эталон Чистого Звука Одной Какой-то Ноты И вот Достаточно Одного Чистого Звука Для того Чтобы вся система Ну например Фортепиано Со своей Ключей клавиш Стала Работать Так как положено Вот один Чистый звук Его достаточно И дальше Настройщик берет И настраивает Так вот Собственно говоря Ну и в психологии Похожий есть эффект Что психолог Это кто Это человек Который Собственно говоря Сбалансирован Сам Потому что Работает над собой Периодически И он может Отразить Так сказать Да И Ну Некую нормальность Ну В каком-то смысле В то же время Мало того Что он клиента Принимает Со всеми его Да И не оценивает Тоже Работа И говорит Ой Ой Это ужасно Это Вы аморальный человек Что вы так сделали Вам не стыдно Ко мне с такими Запросами приходить Что же вы делаете Вот психолог Такого не говорит Он все слушает Все это Понимает Прислушивается И пытается Найти То есть Он Ну вот Так же и здесь Вот цигун Это на мой взгляд Как камертон Который дает Вот ту самую Чистоту И когда ты настраиваешься Пристраиваешься Ты как инструмент Начинаешь звучать И вот тогда Оно все проходит И тогда Такая вот аналогия Мне пришла в голову Что Что-то Общее Такое-то Интересно Очень Так и есть Кстати Вот тоже Комментарий По поводу То что мы обсуждали На На свежем воздухе Укоренилось Ощущение невероятное Было Теперь и бетон В четыре этажа Пробивает Вот пожалуйста То есть У человека Потерло энергии Как бы Человек почувствовал Как это Понял Как это Может быть И вот это Ощущение Он перенес И он его уже Не потеряет Даже если В железобетонной коробке Закрыть У человека Есть это внутри И он может Это достать В любой момент И может Наполнить себя И наполнить пространство Вокруг себя Этой энергией И опять-таки Это никакая не мистика Это реально А просто Реальное наше Вот электричество Ну да Это здорово Конечно Такие отзывы С такими эффектами Я надеюсь Что после Нашего интервью Люди Задумаются И обратят Свой взор В сторону Цигун Потому что Мне кажется Что после таких слов После таких отзывов Равнодушным Остаться Ну почти невозможно Ну я очень На это надеюсь Потому что Знаешь Ну опять-таки Вот как я говорю Я распространяю Цигун Не потому что Я такой Хороший Как бы дальше И такой Святой Я эгоист Как и все мы Да Мы все эгоисты И я исхожу С точки зрения Что Мне комфортнее Будет приятнее Жить Ощущать себя Когда вокруг меня Будет как можно Больше здоровых Адекватных Счастливых людей И я со своей Вот Ну то что я могу Да Вот как бы Дать Я даю Я вот делаю И если каждый Вот на своем месте Будет По чуть-чуть Как бы что-то давать Людям Да В каждой своей профессии И своим примером Показывать Как можно Делать Как можно жить То и порядка Вот во всех наших странах Будет намного больше Да Но я тебя очень понимаю Роман Потому что сам так считаю И Я понимаю Что То в то же время То о чем говоришь ты Это Ну определенный Уровень Такого Сознания Скажем так Не все это понимают И не все так мыслят Это я тебе точно говорю Потому что у меня В какой-то момент Произошла подобная история Когда я начал Вот Свои вопросы Отвецессии Ну делать Вот Открытыми И То есть да У меня есть Конечно У меня есть платные консультации Конечно У меня есть платные курсы Но в то же время Раз в месяц У меня есть бесплатный Вопрос Отвецессии На тему детско-родительских Семейных отношений Пожалуйста Сдавайте вопросы С радостью Отвечу так Как будто вы ко мне пришли Пожалуйста И я тебя понимаю Это действительно классно Когда где-то В каком-то городе Кто-то прочитал И пишет тебе тут Комментарий Что елки-палки Спасибо Вы решили мой вопрос Это очень приятно Это воодушевляет Это воодушевляет И знаешь Показывает тебе Что ты не зря это делаешь Это реально вдохновляет тебя Да И поэтому Здесь я тебя поддерживаю И очень хорошо понимаю Потому что Ну это классно Ты можешь менять пространство Вокруг себя И тебе же от этого Будет лучше И всем другим вокруг И тут опять же таки Вернусь к нашему разговору Про интернет И что благодаря интернету Это возможно Широкомасштабно Да Это здорово Ну просто широкомасштабно Я в прошлом году Опубликовал первую свою книгу Именно как онлайн книгу И у меня такое же было Примерно осознание У меня была знакомая Которая напечатала Книгу свою Не дотянусь Вот она там стоит прямо Книга классная Она прошла путь Она сделала большое исследование И эта книга значит О том Как вообще важно И какие бывают сложности У женщин Когда они кормят грудью И там прям классное Такое исследование Она потратила неплохую сумму денег Чтобы напечатать 200 экземпляров И потом эту книгу Нужно было продавать То есть да Вот книга ценная А у тебя всего 200 экземпляров Потому что Ну что это и так недешево стоит К сожалению Я свою книгу издал К сожалению, да Я свою книгу издал в электронном виде И она продается на всех крутых сайтах Которые ты сейчас назовешь По продаже книг Вот даже я так могу сказать Ну то есть это И продается, наверное, не слишком дорого Правильно? Для одного человека Да И этому способствует интернет Вот чем хорошо Что можно Для людей это очень недорого А ты сильно не вкладываешься И тебе тоже хорошо Это очень здорово Там больше Причем, что интересно Она там на русском, на украинском И я еще буду выпускать на русском и на украинском Аудиокнигу Ну потому что так еще и я буду Я тебя потом после эфира проконсультируюсь Тоже что-то напишу Да, потому что это интересно И причем это сайты типа Амазон В том числе То есть это топовые сайты По продаже электронных книг И это без проблем делается Договор составлен Издательство все сделало И вот это все через интернет Здорово Я не знаю В тысячи раз Шире Чем охват Бумажный Да, количество денег Которое я потратил Для того, чтобы так было Ну в те же Тысячи раз меньше Ну то есть Понимаешь какая пропорция Какая интересная история получается Да, 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 да Это здорово Ну как это Ну как это Ну то есть я фактически Вот это издательство Оно просто берет процентом С продажи Да, и оно не берет За то, что оно публикует На всех этих топовых сайтах Так, все Я с тобой проконсультируюсь Обязательно Расскажешь Обязательно Тут вот пишет Gravity Studio Интересный гуру вы Ребят, пожалуйста Не называйте меня гуру Я не гуру и не мастер У меня такое отношение По поводу Ну к реально действительно Мастерам Мастер настоящий Как бы он мастер во всем И у него вот в жизни Вот вообще вот Все должно сложиться Как бы вот Да И вот тогда Лично для меня Вот это мастер Да, когда у него И со здоровьем все хорошо И с материальным Как бы отношением Хорошо И в отношениях В семье Как бы вот семья хорошая И в обществе Как бы вот когда Во всех аспектах жизни Человек состоялся Вот это вот мастер Да Поэтому как бы Я иду Я по этому пути Как бы я иду Я как бы за собой веду Наверное веду людей Да Как бы кто-то рядом со мной идет Но я еще как бы не там Да Поэтому вот не надо Называть меня пожалуйста Там гуру или мастером Я тоже как вот Как в том То есть сказке Я только учусь Да То есть вот Вместе опять-таки с вами Потому что Вот Все мы Друг для друга Являемся учителями И вот Даже те ребята Которые у меня занимаются Они для меня Являются учителями Да Они как бы Мне такой пинок под зад Подниматься рано утром Чтобы проводить им занятия Да Потому что Не было бы этих онлайн занятий Я бы спал бы еще там Часа два Понимаешь Это такой тоже пинок Для того чтобы развиваться То есть знаешь Когда Когда ты одно дело Делаешь это для себя И что-то знаешь Да Ну и хорошо А когда начинаешь учить людей Ты начинаешь задумываться А как им это лучше донести А что дать еще Как бы Что можно из этого выжить Как Под каким углом это подать Ты начинаешь развиваться Больше То есть На самом деле Еще неизвестно Кто кого больше учит Я Ребята И они меня Понимаешь Потому что они заставляют Мотивируют меня Двигаться дальше Развиваться Так Во всех сферах хорошо А Роман Такое бывает Во всех сферах хорошо Я думаю Что да Я во всяком случае Хочу в это Ну как бы Верить Ну я верю в это Хочу чтобы так было И в любом случае Даже если Вот не получится За всю жизнь Чтобы во всех сферах Было хорошо Но стремиться К этому нужно Однозначно То есть Вот стремиться И вот Вот этот путь Пока мы будем стремиться К этому хорошо Он нас будет Мотивировать Развивать Как бы И жизнь будет Более яркая И насыщенная Чем как бы Сидеть Страдать Что вот Ну Там не получилось Здесь не получилось Наверное Как бы Жизнь не удалась То есть Нужно стремиться Нужно развиваться Лучше Если что-то Старое мешает Лучше от старого Отказаться И пойти совсем В другую сторону Да Это тяжело Согласен Но Нужно двигаться Нужно развиваться Тогда будет кайф И В жизни Должен быть кайф Если кайфа нет Ну а смысл Тогда жить Для того чтобы кушать Ну смысл какой Ну да На эту тему Роман Есть такая История Мне она В чем-то Откликается Что Большие цели Нужны не всегда Для того чтобы Этих больших целей Достигать Они иногда Нужны для того Чтобы мы сделали Больше чем мы делаем И чтобы мы стали Лучше чем мы есть Но Тут не обязательно Про то что мы Именно достигнем Потому что Особенно в восточной Культуре Особенно В буддизме Ведь не все же Становятся Просветленными Не все достигают Состояния сатори Но Мы же Но идут по пути Идут по пути И этот путь Прекрасен В этом суть Что этот путь Прекрасен И когда ты понимаешь Да Как в спорте Да Как в спорте Когда вот Ты хочешь там Чего-то достичь Да Вот какая-то Есть у тебя Планка То Ты всегда Стараешься Хотя бы на чуть-чуть Эту планку Для себя поднять То есть Ты стремишься Выше Больше сделать Чем ты можешь И тогда Ты точно достигнешь Того Чего ты хотел Изначально То есть Всегда нужно Чуть-чуть Больше стремиться Сделать И ты однозначно Добьешься Того Чего хотел Да Да Поэтому Вот В этом В этом Суть Получается А не то Чтобы Да И в коучинге Есть такая история Интересная Как колесо Жизненного баланса Где Просят оценить Все сферы Своей жизни А потом Сделать Да Поставить себе Определенные Тоже цели И коучи Помогают Двигаться К этим целям И помогают Колесо Жизненного баланса Улучшить В сторону Расширения Площади Той Которая Выстраивается После всех этих Графиков Когда ты Здоровье Личная жизнь Финансы Вот здесь бы Я хотел бы Акцентировать Момент Знаешь Однажды Один мужчина Написал Много что Написал И один из вопросов У него был А какую ответственность Вы несете За тех Кого вы ведете За собой Я ему ответил Никакой Я за ваше здоровье Не отвечаю То есть Вы сами Отвечаете За свое здоровье Я могу только Показать Рассказать Что можно сделать Но если вы не будете Этого делать Ну это не я виноват В том что у вас Здоровье не улучшилось И вот то же самое Коучи Что они делают Они же не делают За человека Они не улучшают Его жизнь Они просто Вот этими Всеми как бы Схемами Вот этими практиками Они показывают Как бы Настраивают Сознание человека Опять таки Расширяют И настраивают На другие возможности На другие линии То есть человек Начинает задумываться И по другому Как бы смотрит На свою жизнь Потому что Он привык В каких-то Зашоренных Таких рамках Двигается Все время Туннельное зрение Да А Коучка бы ему говорит Посмотри А ну-ка давай Сам задумайся Сам То есть Ты его не тыкаешь Как бы вот смотри У тебя тут плохо Тут плохо А ты сам задумайся А ну-ка расскажи Что у тебя И человек такой Блин Тут как бы не так Это не то Действительно И он сам Начинает уже ковыряться Сам Додумывая То что ему нужно Не ты ему об этом говоришь Поэтому Друзья мои Старайтесь Все-таки Ответственность За свое здоровье За свою жизнь За свои отношения Брать на себя Не Бог виноват Там Не родители Не президент Как бы не правительство В том что У нашей жизни Ну как бы конкретно Каждого человека Жить вот такая Да понятно Как бы есть Общий наш мир Как бы понятно Есть какие-то Ну общие законы Но Все равно В этих же Самых законах Да Кто-то сейчас Вот в данный Прямо момент Живет На яхте Как бы попивает Прекрасное Дорогое вино Как бы шампанское И чувствует себя хорошо В теплых краях Понимаешь Кто-то прямо сейчас А кто-то голодает Кто-то не может Как бы ну Там Концы с концами Свести не может Но В этом виноват Как бы не вот Вот это все Да В этом конкретно Виноват Конкретный человек Да Есть определенные Ну старт Старт Как бы Бывают у людей разные Но бывает такое Что старт Очень низкий Да Как бы ну Там из какой-то Совсем Бедной семьи Человек И он вырывается Наверх А бывает Когда человек Из богатой семьи Вроде бы успешный Все хорошо И опускается вниз То есть все Зависит от Конкретного человека И ответственность Надо брать Самому за себя Тогда как бы И жизнь наладится Мастер показывает Путь А ученик Следует Так говорит Да Так и есть Все правильно Так и есть То есть Учитель Это не тот Кто за тебя Будет что-то делать Есть такая шутка Не пойду сегодня К психологу Опять будет говорить Что то Что со мной происходит В этом виноват Я сам Да Да Ну да Ну имеется ввиду Он будет косвенно Говорить Не напрямую Прямо Да Но он будет К этому подводить Подводить Или даже не будет Подводить Я выйду на эту мысль В очередной раз В этом кабинете Ну да Это такая история Есть про это Тут тоже такой момент Психологический Чтобы самого себя Не загнать Что вот Я во всем виноват Я плохой Как бы Тут надо понимать Четко разграничивать Да Вот есть вот мои бока Вот такие 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 Но я же могу Из них и выйти Если мне нужна помощь Да Я пойду обращусь за помощью Но в принципе Я могу сам из этого выйти Потому что я сюда зашел Я и могу отсюда выйти То есть Но коуч Как бы Или учитель Друг Других там практик Он показывает Да Что вот Можно делать вот так И у тебя получится Как бы И рассказывает Как бы Толкает на мысль Да Как бы Подводит То есть Хороший учитель Подводит И как бы Ух ты Точно я Сам могу Это все делать Да Отлично Ну что Роман Я так понимаю Будем заканчивать Да Я думаю Если Инстаграм Не вырубит То мы будем Еще долго Говорить с тобой Да Потом Мы в какой-то момент С тобой сделаем Вот так Рассвет Да Да Это Друзья Это Смотрите На самом деле Мы С Денисом Вот Видимся Вот так Второй раз Вот сегодня Мы созвонились По Видеозвонок Сделали Как бы И до этого Мы не были знакомы То есть Мы просто Познакомились Опять-таки В Инстаграме Мы не побоялись Я уже не помню Кто кому Первый написал Но мы не побоялись Написать Друг другу Да Как бы И законтачиться И пообщаться То есть Это я к чему Что тоже Будьте чуть-чуть Смелее У всех У нас Есть какие-то Ну там Так скажем Условно Таланты Да Мы все В чем-то Специалисты Просто Знаешь Как вот Есть такой момент Вот я занимаюсь Цигун там Ушу Да И мне кажется Что вот то Что я знаю Знают все Потому что Я в этом информационном поле Постоянно нахожусь Да Вокруг меня Там цигунисты Тренеры Занимающиеся Спортсмены Как бы Мы все Там тусовка Как бы такая Мы все друг друга знаем Общаемся У меня куча информации Видео там Книг и так далее Мне кажется Что все об этом Только и говорят И все это знают На самом деле нет Многие люди Даже слова такого Не знают Цигун Понимаешь Как бы Вообще про Китай Ничего не знают Если вы допустим Хороший там Кондитер Или бухгалтер Экономист Или еще кто-то Это не значит Что все вокруг Такие же как и вы И вы можете оказаться Кому-то полезным Поэтому не стесняйтесь Вот я вот Всегда В наших группах Говорю Ребята общайтесь У нас есть чат Группа Я говорю В чате общайтесь Представляйтесь Может быть Вы как-то пересечетесь И друг другу Поможете Чем-то То же самое Как бы И в инстаграме Если вы видите Какого-то блогера Можно написать Да Там Сто человек Не ответит Один может быть Ответит И может быть С ним что-то получится Поэтому не стесняйтесь Будьте чуть смелее Может где-то Даже чуть наглее И все Ух ты Получится Да Хороший эфир Получился Пишут нам Да Спасибо Мне тоже Очень понравился Эфир Да Я подтверждаю То что сказал Роман Мы в каком-то Смысле Друг для друга Были кот в мешке В каком-то смысле В каком-то Ну в том плане Что мы Незнакомые Не общались Хотя Оказывается Вот когда Роман сказал Что у меня тут Саржин Яр И Рукой подать Вот Оказалось Что Ну мне до Саржина Яра Идти Сейчас 5 минут В данный момент А так Так вы вообще Соседи оказываются Все Тогда 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 весной Как потеплее По субботам В парке Горького Жду на занятиях Будем встречаться Общаться Это 100% Это 100% Да Вот так вот оказалось Вот так вот Харьков Если бы сейчас было Если бы сейчас было светло Я бы может его даже частично видел В окно Мы Друзья Так было прикольно Когда мы списывались С Денисом Как же там А Ты написал В понедельник В 20.00 Нормально Время подходит А я же привык Что у меня Из разных стран Ребята И я пишу Это московское время А Денис мне пишет Нет Это наше Харьковское Да Правда Было такое Отлично Ну да Получилось действительно Здорово Интересно И Как оказалось У меня какие-то тоже есть По поводу цигун Оказались Такие Касания Скажем так Я думаю Что если мы Ближе чуть пообщаемся Мы еще очень много Общих знакомых Найдем У друзей 100% Да Да Я даже знаю Кто там будет первый Скажи мне пожалуйста Ты этот эфир Ютуба Сохранишь В Ютубе его? Пропала связь Вот сейчас Я говорю Ты потом этот эфир Еще сохранишь В Ютубе Да? Конечно Да Я все Отлично Друзья То есть еще потом Смотрим на Ютубе Тогда Свой Ну как бы Под этим Вот постом Ну под этим эфиром Да Ты сейчас Сохранишь же его Напиши пожалуйста Свой Ютуб канал Да Как он называется Да Да Конечно Конечно Ну отлично Спасибо огромное За приглашение За этот эфир Мне понравилось Если будут еще какие-то Ну интересные темы Друзья Вы можете писать В комментариях У меня Или у Дениса Как бы И мы тоже еще раз С удовольствием встретимся И пообщаемся Да Пишите пожалуйста Всегда будем рады И ответить И почитать Это всегда интересно Поэтому Всем спасибо Кто был онлайн И спасибо Роман Тебе И в общем До встречи Увидимся Друзья Спасибо вам огромное За комментарий За поддержку Занимайтесь цигун И будьте здоровы И также Не стесняйтесь Обращайтесь К профессиональным психологам Если есть какие-то нюансы Которые вы не можете решить сами Это нормально Это Здесь ничего такого Как бы Стыдного Нет Ну Это нормальная практика Общаться То есть вы когда выговариваетесь Как бы Вам становится легче И у вас Как бы Сознание проясняется Поэтому не стесняемся Обращаемся к профессионалам Спасибо Роман А я всех призываю Заниматься цигун Потому что После этого эфира Мне вообще непонятно Кто не будет заниматься Что это за люди Когда так было Полностью раскрыто Все Ну очень как-то Ну я надеюсь Мне бы хотелось Конечно Да Все Всем значит До свидания Всем до связи Всем пока До новых встреч В эфире Счастливо Да Всего всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok